Здарова пацаны! Мы у Алексея на даче. Алексей это фронтмен группы Монолит, город Железногорск. Отличный парень. В рок-н-ролле уже не один десяток лет. Алексей, как ты вообще попал в музыку? Такой вопрос интересный. Я один раз познакомился в школе с пареньком старше меня на год и он мне говорит хочу играть на гитаре и показал мне Егора Летова. Сколько тебе лет было в то время? Двенадцать. Двенадцать лет это какой класс? Наверное шестой. Но я уже до этого слушал нирвану, мне нравилось там во дворе все это любили. Ну и как бы я понимал что можно играть на гитаре. А то есть ты тот человек который вот перся от нирваны, а тебе нравился именно это поколение? Нет, я не с фанатов нирваны, нет. Я больше фанат там Рамонес вот такого стиля. Изначально я вот такие группы слышал. Ты по классике уже? А потом после Рамонес я услышал вообще другой стиль музыки. Сначала панк-рок как-то услышал в доме своем, а потом услышал другой там глэм-метал всякий. То есть понял что музыка вообще развивается там на несколько минут. Послушай, а вот так вот тебе вопрос. Твоя первая русскоязычная панк-команда, которую ты услышал, которая вот запомнилась тебе, прям сразу вот врезалась как бы и все. Ну это наив. Наив, да? Да. Наив, потом астам, какие-то такие вот группы московские. Ага. То есть получается ты даже не на гражданской обороне? Не, не. Гражданская оборона понял только так, достигший там 18-летие уже. Ага. Сел не понимал, думаю, мужик орет, что там призывает к чему-то. У меня вот есть такая мысль, блин, что ты вот этих вот наив услышал где-то на сборнике КТРовском, наверное. Да, да. Вот когда была корпорация тяжелого рока, где паук заседал? Это именно все с панк-революцией началось. Вот, да. У меня вообще вся моя деятельность началась с панк-революцией. Мы ездили в Орел. Спасибо Мэксю Сидиси, в Таварниках научил нас ездить. Да. Чисто ездили, воровали кассеты в автоокзальном ларьке. Их там было несколько тысяч. Приходишь там, один ему во входе голову забивает, другой через окно вот так залазит, там 3-5 схватил. Бритоголовы идут, очень крутые сборники. Ну, там, как бы не считались там какие-то стиль, но они там крутые. Ну, они относятся к этому. Песни партийцы там вот несколько их частей. Ну, прикольная тема. Мне очень нравилось. Я собирал даже панк-революции. Красные кассеты. Да, красные кассеты и очень крутые кассетники. Я помню, раз если там в декабре вышло, то это Дед Морозкин хэд в маске такой идет, типа давит там каких-то армян. Ну, как раз было то время. Ну, это тоже ПТР. Не, ну, тогда в то время приветствовался вот русский патриотик. Это круто было. Там поперлён все, вот эта волна как бы националистская. Вот, да, с этого потом я уже узнал поближе группу коррозии металла. Уже я ее знал так-то с 99-го года. К нам они приезжали в город, играли. А я у них на разогреве играл. Я знаю. Я ходил на этот концерт. Очень круто. Ты был на этом концерте? 20 рублей билет стоил. Круто. У меня даже билет есть. Да? Да, черно-белый такой. У кого-то был цветной, бордовый, а у меня черно-белый такой, знаешь, как типа А4 формата такого, вот такая бумага. И такой длинненький, 20 рублей билет. А я тогда вообще как бы, если че сказать, опизденел, да. Было очень круто, давка была. Мы репетировали в ДК Строителя. У нас тогда был уже проект Интернал Пейн. Где вот Лех Металлик играл покойно. Я крот там. О, я не помню таких проектов. Я еще в моменте. Да, и мы таки репетируем это самое. И звонит кто-то из ДК. Русь. И говорит там, типа, администратор коррозии металла. Какой-то Березников там, да. Этот партия был. И там у них контур шел, короче, но в поддержку вот это под Березкино, короче. А он что-то СРНЕшник или кем-то мутился. Но в итоге мы там, нам говорят, вы играете на разогреве коррозии металла. Я приезжаю в Русь. Захожу туда, там эти немецкие стяги там весь. А что-то там вообще какие-то за кулисами там. Девки полуголые что-то там. Смотрю, барабанщик там из Мерлина тусуется. Думаю, о, блин. И паук там, как всегда, телеги кому-то опять втирает. Ну, прикольно, конечно. Мне кажется, это те годы, когда он начал вот рваться в партийные вещи. Борово, короче, занесли. Просто тупо. Ну, как, не заняли. А, нет. Его не занесли. Там было еще клещи. Все приехали, Борово нет. На самом деле, киномбате выпивал. До этого был концерт в Орле у них. Там, типа, говорят, Орловской водкой отравился. В итоге заходит, мы там что-то сидим с гитарами, копаемся. Ну, то мы такие. Ну, обычная, блядь, периферийная группа. Тут, ну, ладно, там играем, может, лучше там кого-то, блин. Ладно, там вся фигня. Заходит огромный мужик, короче, волосатый весь, кожа такой. У него кофр такой, ну, малиновый металлик. У него там гитара. Я понимаю, что это Борово. А он еще... Вот наша наглость, вот вместе взятая, это даже вообще ничего. Он просто такой, где эта вся, коррозийная хуйня. Он просто нас прижал вот эти вот, типа, ну, знаешь, такой, мужик. Мужичара. Типа сейчас, если ему что-то не то скажешь, он просто возьмет и голову тебя отгустит и опять задаст тот же самый вопрос. Мэм, он что-то давай там объяснять, там, вон там паук, там вот такой, посмотрел на это все таким взором, такой пошел за кулисы, короче. Я думаю, может гитару. И все, и мы про него забыли, там свои, там, начали вот люди, там, с какими-то там проходками лезть, там, туда-сюда. Малек, там, с других дверей, там, ломится, там, пустите мне бесплатно, там, дофига всякой фигни. И потом, короче, что-то мы там пошли за кулисы водку жрать. И мы такие в темноте идем, идем, идем. Впереди крот прется, что-то там зажигалка чиркает. Он такой, что-то споткнулся, такой, блин, кто здесь разлегся там, типа, туда-сюда, блин. И мы такие, да, крот, иди, по кому-то прошлись там. Блядь, я говорю, кто это вообще? Че? Мы там, давай, что-то с ним, такие, крот такой, да, это ж Боров. Мы такие, что он здесь вообще делает? А там, оказывается, стулья, вряд ли, он на стулья грохнулся спать. Ну, я видела, здорово. Здорово, да. Он, типа, бум, и упал на пол. А тут мы шли, короче, там, на него наткнулись. Мы такие, говорим, блин, как-то непорядочно, блин, музыкант тут лежит на пол, давайте его поднимаем. Крот пыхрит, блин, это натуре как Боров, блин. Була, була, була. Була, була, була. Как он эти стулья там, он еще скатывается обратно. Ну, так что ты его там, вообще трамбовали. Заснул там Боров, блин. И так он не играл на этом концерте. Он, да, не выступил. Да, там Макс с болтом все с ним играл, там, короче, из запасного состава все он там вытянул. Ну, хотя это было очень круто. Ну, так у них... Кто это вообще в Руси было? Товарищи из полиции, их как понабилось там, короче, такие стоят в ЗНРТ, там, как началось вот это усиленное секс-шоу, короче. Мы, короче, а мы и нас вообще подростками не пустили. Там была, короче, тетка, вахтерша, которая орала, блин, как безумная. Внизу стояла Фа и орала там, бля, девки, у напизняка. Это вообще дичь какая-то. Ну, я помню, да, что-то водкой обливались, они там в решетках их вообще увозили. У нас, короче, Юлька гора, блин, ну, ты не знаешь, нет? Нет, не знаю. Юлька гора, я потом еще по телеку показывала, она с мира. Она там, типа, началась, короче, там фичи на их постоянно. Там девушки, там, покажите грудь, там, туда-сюда, блин, типа, конкурс, у кого больше грудь, во! И она такая ломится на футболке. Она здоровая, она смеется, ужасная вообще такая. И тут у ментов сработала, короче, вот эта совковая тема, блин. Они сразу давай ее со сцены стягивать, там что-то там ее тянут. Это все показывают потом по телевидению, у нее безумные глаза. Вы просто не представляете, там давка была. И она там такая, козы бросает, давка. Там потом мне многие люди говорили потом, через неделю, когда прокрутили эту там программу, прикинь, под названием «Ржа в Железногорске». Да, да, я помню. Где в Акаразе металла ржа? Ржа в Железногорске. Ну, твою мать. Ну, прикольно, это нормально Трухалова было в Желике. Не, ну, просто потом это так все это расписывали, тут местные СМИ, что это так смешно было. А кто потом, через год, Король Лишут пригласил? Не знаю. Я просто тоже покупал билет. Я помню, горшка там вообще на руках занесли. Мы еще приехали еще раньше туда. Да, горшка вообще не у меня. Не повезло, я тусанул с ними. У меня автограф давали. У меня тоже билеты где-то есть. Потом, что он там в гримёрке, я не знаю, что там с ним сделали. Короче, он стал нормальным потом. Ну, хорошо, они играли. Там скрипачка аж струн рвала. Я помню, хорошо играли. Короче, я на входе был в Косухе, ждал Пашу Бэйна. И меня позвала скрипачка, чтоб я не замерз. И в Кедах, в Косухе и в Тельняхе. И она нарисовала мне тут что-то. Я нарисовал потом здесь князь, и они все нарисовали. Мы, получается, стояли там небольшой толпой. И всю Тельняху мне нарисовали. Вот передовок, рукав вот здесь. Ну, конечно, все это уже не сохранилось, мать выкинула. Да, воспоминания такие вообще, блин, прикольные. Было прикольно. Один раз я еще, короче, пересекался с группой Монолит. Ммм, на ВДНХ, да, в Москве. Было, да, дело. Ну, это вообще нежданчик. Я попал там в какой-то крутой переплет. И мне пришлось там жить с типами с 5-го микрорайона, там с Тарасами, там еще за всякими. И звонит мне булавку. У нас, короче, чувак из группы Нитро был фронтменером, да, уже в Москву, но ехал. Фронтмен группы Нитро мне, короче, звонит и говорит, говорит, ты где находишься? Я говорю, в бойцовском клубе. Говорит, у меня сейчас Дэн тут свин, блин, босиком на каких-то листах с гафрокартоном пляшет, и вообще Тарас тут об стену бутыл и колотит. Они пытаются там, блин, разработать схему, как вот огромный холодильник Sony куда-нибудь сбагрить. Что только их напрягает то, что это 22-й этаж, короче. А он мне же когда говорит, говорит, надо тебя забирать отсюда, оттуда пока. Я, говорит, тут киносъемочную группу вожу по ВДНХ. Ты давай, я сейчас за тобой заеду. Ты где живешь? Я говорю, на Семеновской. Он говорит, сейчас заеду за тобой, и посмотришь, как кино снимают. Я говорю, ну круто. Ну и такой выпулился на эту Семеновскую, там что-то шарахает с выездкой. Ну я даже не знаю, как он подъехал там, типа. Он такой орет мне. Говорит, ну ты вообще прям как находка для полисменов. Головой верпишь, типа, в Москву дурак. Приехал с деревни, надо его тормозить и бабки рубить. Я говорю, садись, поехали. Ну и все, мы на ВДНХ приехали. Там он показал это киносъемочную. Там группу снимали какой-то там сериал. Мы тоже видели. Сериал какой-то там дерьмовый. Там вообще меня поразило, как снимается наше кино. Какой кафе там, да? Да там просто озеро и сцена была. Там молодые пары плавают на лодочках там. И все. Но это столько геморроя. То, что мы сделали сегодня, блин, это гораздо больше, чем они там делали. Это часа четыре. Вы представляете, где это все снимали на лодках, а мы там с двухста метрах втроем сидели, пили. Мы даже не знали, что Жека там находится. Да, да. Ну ладно, потом мы встретились. А, и вот в чем вся фича. Я так уже спрашиваю. А ему все равно привез съемочную группу как бы и тусунулся. Он ждет работать. Вот это огромное количество людей. Им всем заплачено. Короче, просто чего-то все ждут. Отмашки какой-то. Эти на лодках дети сидят там. Жду своей зарплаты. Эти там рельсы проложили, ездили. Все ждут. Освятители там все. Чего-то ждут. Все думают, что они ждут? Он говорит, не знаю. Денег, наверное, нет. Сейчас ждут. Чего-то ждут. Останавливается, короче, какая-то машина. Даже не знаю, блин. Ну, я не скажу, что это Линкольн, но что-то похоже было. Вылез оттуда какой-то двух с половиной метровый дядька. Тоже, опять же, лохматый такой. В плаще с каким-то кейсом. И он, знаешь, он выглядел как... Блин, я даже не знаю. Знаешь, что, типа, прикинут, богато, блядь. А наружу, блядь, скотина такая, блядь, вообще. Написано наружу. Знаешь, это скот какой-то с такой будкой, блин. Как будто его разбудили, а он там где-то спал, блядь. И говорит, вы как меня задолбали, блядь. И вот он принес этот кейс, какой-то чемодан. Кому-то отдал его, блин. Мне прошло пяти минут, сразу заорали, все такое. Свет, мотор, там что-то, дрын-дрын-дрын-дрын. Все, джжжжжж. Эти светилки зажглися на этот белый день, но мы все равно им подсветку делают. Эт, джжжжжж, рельсы поехали. Эти там на лосках выглядят, блядь. Это что-то там... Жизнь кипёту. все короче пять минут вся сцена готова все слаживаемся короче домахереть вот в кино больше готовились вот такая вот здесь была а потом я что-то туда-сюда блин и не тут же как говорит ооо тут сегодня монолит приезжает не концерт типа блин вместе с нами да я думаю круто вообще блин и на вас как раз она отталкиваясь на них тот момент ну там что-то здоров здоров здорово там этот сэм я сама кстати никогда не звал сэм я просто знал что у него кликуха свекла у бунт спросил а че свекла там это будет как у него рожа красная как свеклы ладно ну смотрю вы там там ляпик свекла там еще там убитый учитывая власть а был молодой вася василенте там был что там там с убитым такие 4 трещали там тра да 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 там в посадку отошли обратно вернулись у вас там уже базар где-то там все нормально ну вообще а и очень хотел то рассказать они вот ни с того ни сего в люди вроде люди трезвые блин как вы уж трезвый по-моему или для хорош темы уже сутки с натиском не она после того как я вырвался блин с бойцовского клуба блин а семенов вы мне казались возьму я нам было по 19 лет там какая там крыса что лили хомяк какой-то бежал откуда-то выскочил из-под камней там же этот лес еловый муж я не знаю что это было пили в этом еловом лесу и потом все остальные вот это нас дури там на дерево забралась они там мы трусит я думаю это все новодонха просто ну твою мать думаю ащи какой-то был булавка под напрягся прям сразу такой он еще съемочную группу не раз на потом чё блин я на семеновского двинул блин а вы куда мы с тобой расстались перед входом метро там мы до этого приехали и сутки просто по москве слонялись нам некуда идти мы вообще москуты не видели ходили нам говорит иди к натиску натиску зону я работаю до 8 работаю а сейчас только 4 мы там то там то там и везде а везде пьем сэм говорит давай колите мне ухо москве без прокола то ухо раз рюкзака булавку ему прокололи ухо через два часа говорит болит снял все вот и вот сэмский прокол ухо бы ладно лишь это все воспоминания хорошие на когда вот решил действительно вот сделать свою группу там или чё с чё вообще у вас получилось у нас это понятно почему получил болтоваз почему как бы вторая волна мне кажется вот именно второй волной как бы от группа монолита существует с 2003 года а вот именно сбор такой вот серьезный уже произошел ну в 2014-15 году ну уже более вот конкретно я подошел к тому что надо ну играть музыку репетировать записывать материал и как ты это вообще в люди пусто подожди а вот первая твоя группа вы где-то играли сюда ну конечно всегда где-то вот первое в первом на лету он вырос в культурном центре забава то есть ты изначально смог монолит изначально монолит играю по сей день ну и так еще играю по ним банки на храну как там унуки как у ну да проект играл на ваннуки и проект был жалко что он сейчас не возрождается я так я еще помимо всех всяких там ну к монолит играю там пару проект на барабанах группах слушай а вот твой первый выезд какой город был вообще на концерт не железногорска вот куда-то ты поехал там например первые в москву вот мы ездили где мы с тобой виделись это вот это был только это первый концерт а до этого все концерты куда мы не подали заявки мы заходим посмотреть сколько там голосов а там три ну я сэм и серёга все три человека проголосовали или четыре человека чайком он проголосовал такой голосовал конечно да не было не а я помню помешать и рук сайт фабрика щей там какие-то голосования на мы ездили вот так диски возили возьмите пожелал подожди у нас они такие так нам этого недостаточно запишите нам на альбоме песни я сажусь начинаю пишу а уже другой текст пишу потому что там еще этот не выучена я знаю что могу пройдет варил заявки сказать короче там это самое раньше как вырваться из города надо варил подавать обязательно вот ездишь приезжаешь вот так вот ездишь вот ездишь туда кассета даешь там дашь еще туда не возили про четыре группа один одна и та же группа разные песни по-разному там сыграно да типа четыре группы там какие-то может одну какую-нибудь возьмут вот только когда я живу вот сейчас вот в орле я только понимаю эту кухню все что там творилось вот типа заряжены команда недобор но какой-нибудь кассет вот что это за группа а вот этим пиши там ладно послушаем нахер надо блин вот эти вот название вроде хорошие это вот такая херня там канала когда недобор идет и неким добить или там кто-нибудь с этого с комитета рок-комитета города орла какая-то идет такая надо бы регионы поддержать а там толпа вот этих всяких волосы в кепах рваные все раньше так и всего все образные были там их толпа его и думаешь кто не музыкант или просто обрыги какие-то